В ночь с 29 на 30 марта и до 10.00 утра на всей передовой линии Арцаха существенных нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Оперативно-тактическая обстановка не потерпела изменений и продолжает оставаться напряженной. Парламент Республики Арцах принял поправки к закону об органах национальной безопасности, согласно которому СНБ Арцаха сформирует в своей структуре боевые подразделения. Граждане Российской Федерации могут сделать банковскую карту Visa и MasterCard в Армении. Это возможно, если иметь справку о временном проживании в стране. С приобретением карты за границей у россиян появляется возможность ввести оплаты зарубежными партнерами, принимать и отправлять деньги, оплачивать иностранные сервисы, расплачиваться за рубежом, отправляясь в поездки. Экспорт фруктов и овощей из Армении в 2021 году достиг почти 170 миллионов долларов. В 2020-м экспорт составил около 122 миллионов долларов. Экспорт картофеля увеличился с 11 до 48 тысяч тонн. Помидоров с 28 до 35 тысяч тонн. Начинает расти экспорт орехов, по мере того, как в республике начинают плодоносить, ореховые сады промышленных масштабов, разбитые несколько лет назад. С 1,3 до 3000 тонн. Экспорт яблок вырос с 8,8 до 12,4 тысяч тонн. Других фруктов, абрикосов, персиков, слив, вишни и черешни также увеличился примерно с 44 до 64 тысяч тонн. В Армении российский рубль продолжил тенденцию к укреплению своих позиций. Скупка российского рубля осуществляется по средневзвешенной цене в 5,02 драмов, 0,53 драмов, а продается за 6,19 драмов, плюс 0,59 драмов. Знаменитое здание из фильма «Танго нашего детства в Гюмри» будет отреставрировано с сохранением фасада и превращено в филиал Политехнического университета Армении благодаря инвестициям Всемирного банка. Также ведутся переговоры с Университетом Радгерса США о том, чтобы студенты Политехнического университета Гюмри выпускались с двойным дипломом. Армения стала одной из самых популярных стран для релокации российского бизнеса после начала спецоперации на Украине. Этому способствовали простая процедура регистрации компаний, возможность приехать без загранпаспорта, инициативы властей, которые стараются интегрировать прибывших в местное бизнес-общество. Количество людей в центре Еревана, русская речь и диалоги, связанные со стартапами, очень напоминают мне Калифорнию и Кремниевую долину 9 лет назад. Делится первыми впечатлениями от переезда в Армению Ринат Хайреддинов, основатель российской компании Infinity Resources. Сегодня команда Хайк-Медиа покажет вам повседневную жизнь студентов Арцахского государственного университета. Учебный процесс в Аргу проходит в нормальном русле. В университете параллельно с экзаменами проходят учебные занятия и стажировка в магистратуре. Преподаватели вуза довольны посещением студентов, а также их активной деятельностью. С 28 марта в Арцахском государственном университете стартовали первые текущие проверки бакалавриата и магистратуры очной системы обучения второго семестра 2021-2022 учебного года. Проверки проводятся в заранее установленном порядке. Первые текущие экзамены продлятся до 8 апреля включительно. Проверки проводятся до 8 апреля. Проверки проводятся до 8 апреля. Такое мужество, такую стойкость и девушки, и парни. И я хочу сказать, что есть многие студенты, которые воевали, после войны вернулись, они продолжают свою учебу. Вы сами видите, какое количество студентов сидит в каждой аудитории, не думают о том, что не впадают в панику. Они держатся стойко, понимают, что это временные трудности. Да и думаю, что после 44-дневной войны уже ничем нас не напугаешь. По словам проректора Аргу Витя Ерамищана, студенты с большой ответственностью относятся к делу продолжения учебы на должном уровне в создавшейся ситуации. Витя Ерамищине И мы не можем пройти субъекты, чтобы мы не можем пройти в апреле, чтобы мы не можем пройти субъекты. Правда, общая напряженность не может пройти бесследно. Однако студенты очень хорошо понимают, что каждый своим четким выполнением функций может способствовать стабилизации общей морально-психологической ситуации. В связи с этим студенчество сплотилось для общей цели – поддержать солдатов на позициях посылками. Были собраны сладости, необходимые медикаменты, а также тёплая одежда. Студенты – это будущие специалисты нашей страны, и они делают всё возможное для её процветания. Международная школа Матена объявила о запуске двух образовательных программ, разработанной совместно с Московской школой управления Сколково. Первая программа – лидерство в изменениях программы профессионального развития для руководителей, предназначенная для бизнес-руководителей среднего и высшего звена. Вторая – эффективное управление общинами в Армении. Программы пройдут в Дилижане, Ереване и Москве. Обучение будет проводиться на русском и английском языках с обеспечением синхронного перевода на армянский язык. Продолжительность программ составит три месяца. По каждой из программ будет отобрано 35 участников. В Ереване на бесплатные курсы армянского языка для репатриантов уже зарегистрировано около 200 человек. Они прибыли в Армению из Австралии, США, Канады, России, Белоруссии, Ливана, Ирана, Германии, Грузии, Кубы, Франции и Ордании, Польши, Украины и других стран. Занятия начнутся со второй половины апреля. Регистрация открыта до 3 апреля. Хайпост получил от Всемирного почтового союза грант в размере 200 тысяч долларов. На эту сумму в рамках программ «Ноль выбросов» и «Зеленая среда» компания приобретет 20 новых электромотоциклов для своей новой курерской службы, которая начнет действовать в конце второго квартала этого года. По поводу вчерашней встречи представителей России и Украины сказано многое и без нас. Мы же просто хотим привести историческую справку по поводу самого дворца, в котором состоялась встреча. Дворец Далма-Бахче строился в 1842-1853 годах для султана Абдулмеджида I, который желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. Новый комплекс решено было расположить на берегу Босфора. В качестве архитектора был приглашен карапет Амир Бальян, сыном Никогосом, из известной армянской династии архитекторов Бальянов. Вот так армянские гении незримо участвуют в судьбах мира. Обращаемся к зрителям нашего канала. Друзья, мир погружен в информационный хаос, фейк на фейке и фейком погоняет. Вот пример из последних. Армянский политолог Тигран Григориан написал у себя в микроблоге шутливый пост о том, что Армении решил отправить свои авианосцы и атомные подлодки Сивана в Черное море, чтобы поддержать Россию на Украине. Ну, пошутил человек. Возможно, не в то время. Но далее, не разобравшись в ситуации и даже не подвергнув критическому анализу, генеральный секретарь независимого антикоррупционного комитета обороны Украины Алена Трегуб разразилась гневным заявлением о том, что Армении открыто оказывает России военную помощь для захвата Украины. Как говорится, это было бы смешно, если б не было так грустно. Будьте бдительны и критичны, друзья. Оставайтесь с Хайк Медиа. Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников пожаловался на большое количество материалов в азербайджанских СМИ с нелицеприятной критикой позиций и руководства России. Многократно приходилось обращать внимание азербайджанских властей на разгул антироссийской истерии в местных СМИ. Рассчитываем, что она будет также пресечена. Мартакерский Центр детского и юношеского творчества удостоился номинации «Лучшая работа года». Конкурс был организован 29 марта в Центре франкофонии «Поле Элуар» Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах, посвященный к Дню материнства и красоты. Награду «Откровение года» получила композиция «Цветы дизака» Годрудского Центра детского и юношеского творчества. Награду в номинации «Дыхание нации» получил Шушинский Центр детского и юношеского творчества. В номинации «Оригинальность» – «Мартуни». В номинации «Инновация» – «Степанакерт». В номинации «Чудесный армянин» – «Аскеран». Представительница Армении выступит в первом полуфинале Евровидения 2022 10 мая. Сообщается на сайте конкурса. «Роза Лин» закроет первый конкурсный день. Финал Евровидения 2022 состоится 14 мая в Турине в Пале Олимпико. Армянский дудук помог взять «Оскар». Фантастический фильм «Дюна» франко-канадского режиссера Дани Вильнёва получил 6 «Оскаров» на состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии. Музыкальное сопровождение фильма было написано известным немецким композитором-лауреатом премии «Оскар», трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус» и «Грэмми» Хансом Циммером. В музыке использованы уникальные звуки новых инструментов, созданных с нуля, включая увеличенную версию древнего армянского деревянного духового инструмента «Дудук». Пишет по этому поводу The New York Times. Армянские стрелки блестяще выступили на прошедшем в норвежском городе Хамар чемпионате Европы по пулевой стрельбе среди взрослых и юниоров. Сборная Армении завоевала 7 золотых и 3 серебряные медали. А теперь взгляните на фото помещения, где занимаются наши чемпионы. Помимо этого, у школы также проблемы с экипировкой. Новичкам спортивной школы приходится тренироваться с оружием советских лет. До сих пор в спортшколе применяются бумажные мишени старого образца. Это просто позор. Обращаемся к возможным спонсорам и меценатам. Помогите ребятам, если они в таких условиях стали чемпионами Европы. Можно только представить, какое будущее у стрелкового спорта Армении, если ему помочь. Арман Андреасян стал вице-чемпионом Европы по вольной борьбе. Армянский борец вольного стиля, 70 кг, после убедительных побед в финальном поединке уступил представителю Грузии Жрабу Якобашвили со счетом 1-2, таким образом взяв на чемпионате серебро. Ранее другой армянский борец Манвел Ханзерцян, 57 кг, завоевал бронзовую медаль на чемпионате. Сделали лучше, чем обещали. Югстрой Империал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова